Всем здравствуйте! Вы на канале ЛПХ на восьмисотках Ирина Бахачёва. Я вам рассказывала в предыдущем видео, что я пастеризую молоко вечером. И утром прихожу, заквашиваю перед управой, а после того, как управилась, прихожу и занимаюсь своими делами. У нас сегодня будет вообще просто экспериментально. Я не делала так никогда. Что получится, вы увидите в конце этого видео. Во-первых, начнём с самой печальной новости. Вот эти вот термометры, которые я заказала на Озон, он у меня уже благополучно навернулся, отработав неделю. Вот он включается. А теперь смотрите, щуп вот в воздухе, я стою в ковке, мне холодно. И он показывает 80 градусов. Ну, в общем, всё. Это я к тому, что... К тому, что мне теперь пришлось исходить из опыта пальчиков. Молоко должно быть, как парное молоко. Все вы его... Вот чуть-чуть теплее парного молока. Соответственно. Как я уже говорила, на каждое ведро молока мы вносим... Кальция хворит. Три ампулы хлористого кальция. Сейчас молоко идеальной температуры. Я его подогрел. А, начнём сначала. В чём же уникальность сегодняшнего видео? Дело в том, что сейчас время 15 минут второго. Обед. Утром у меня не получилось. У меня просто, ну, не было времени. Сегодня суббота. Бешеный день. И мы просто управились. И просто я занималась своими делами. Молоко так вот вчерашнее пастеризованное, благополучное стояло. Сейчас я его нагрела до нужной мне температуры. Вот таким образом я активировала закваски. Некоторые показывают блогеры, как они просто закваску высыпают в молоко и ждут полчаса-сорых минут. Для её активации. Я вот приготовила сычужный фермент. Я вам только что сказала. А это донизла. Значит, внесли кальций и помешали. Помешали очень хорошо. Может быть, даже вот эти вот и лучше. Потому что я вносила сухой кальций. И что-то потом мне все говорят, что-то на зубах хрустит. Может быть, такой лучше. Вот я говорю, у нас сегодня самое-самое, что ни на есть, экспериментальное видео. Наверное, так не делала. Вообще ещё никто в мире не валил сыр. Уже не хуже скоро будет сутки, как я его пастеризовала. За окном дождь льёт. Помешала. И вношу вот эту мезотермофильную закваску донизка. Вносим и размешиваем. Путём проб и ошибок будем делать с вами сыры. И пока будет активироваться закваска донизка, потом мы внесём сычужный фермент. Сейчас я вам расскажу, что я буду сегодня делать. Что с чем. Какая мне опять пришла посылка. Ну, в общем, я буду говорить, чёрт и чё. А вы, чёрт и чё, смотрите, слушайте. Мы же для этого здесь собрались. Так вот, я помешала. Так, немножко ждём. И начнём, наверное, с посылки. Сегодня, вы знаете, вот я никак не могу пока совладать с этим сайтом. Ну, вот где-то что-то я как-то заказываю. Я могу потом зайти в личный кабинет и посмотреть свои заказы. Вот, например, на Озон. Мне очень нравится. Очень удобно. Заходишь в приложение. Что ты купила, что тебе не нравится. Что тебе не нравится, взял, вернул. Ну, даже если вот, я, например, ну, меня довели до белого колена с этими пульсаторами. Ну, я не знаю, я, наверное, штук пять вернула назад. Они мне его или один и тот же присылают. Я не знаю, у нас с ними какая-то просто игра. Присните пульсатор, возьмите назад. Вот. А здесь, вот как-то заходишь на сайт, делаешь заказы, и потом я просто забываю, что я там заказала. Ну, старость, старость. Вот. И, значит, вот сейчас будет для меня тоже загадка, что же именно я заказала. Может, оно мне не нужно было. Ой, Господи. Так. Что я заказала? А, маленькая фасовка, фермерская закваска, Дониска. И пропионовые бактерии на 20-50 литров. Это пропионовые бактерии, это для того, чтобы в сыре были такие дырки. Я решила просто попробовать. Как я и сказала, я всему учусь. Попробовать. Сейчас прям там вот так вот закинуть, правда? И будет у вас сыр в дырку. Вот эту. Самую-самую маленькую. Кстати, мне кто-то написал в комментариях, я этого тоже не знала. Если кто-то из вас тоже не знает, то теперь будем знать мы все, что любые закваски хранятся в морозилке. Спасибо большой человеку, который мне это подсказал. Потому что я этого не знала. Как вы видите, пришел мне вот такой вот пробничек. Вот сейчас мы и попробуем. Ой, да тут, тут, наверное, надо прям, чтобы это все благополучно не высыпать. Теперь следующее. С чем же я сегодня буду? Розмарин. Сушеные грибы. Я просто сделаю по два, например, каждого. Я себе еще две формочки купила. Вот, переходим плавно к тому, что я еще какую формочку. Мне все мало-мало-мало. Я через день показываю. По формочкам. Вот никто не поверит. Вот это вот. Вот эти две формочки стоят 300 рублей. Вот 10 формочек 3000. И вот эта красота. Вот я себе вот такого купила. Я хотела две себе купить. Что-то, знаете, жирно получается. Закваски 1000. Это 300. Это 300. Я не успеваю срабатывать. Вот такими тоже сырочками делать. Конечно, это удобно. Но мне почему-то нравятся вот этими бочонками. Я не знаю почему. Ждем. Время прошло только 10 минут. Но я думаю, что еще минут 10 надо дать. И потом будем уже вносить ферменты. Оставайтесь со мной. Ну вот, показываю. Значит, села вот такая вот у нас упругость. Вот я пробовала. Видите, отошла сывороткой. Вот, пробуем. Вот. Сыворотка отходит. Значит, готово. Я вот сейчас как раз хотела вносить в соль. И мне одна подписчица. Мы переписываемся по WhatsApp. И уже довольно-таки давно. Я уже как-то рассказывала. Она ездила, покупала себе джерсирскую телочку. Она мне присылает. Ну, многие мне присылают. И коровок своих показывают. Ну, по WhatsApp. Но все общие обозрения не хотят. И вот она сейчас мне прислала фотографии своего сыра Шевр в масле. Ну, очень, конечно, красиво. Но мне даже приятно, что такие люди, которые уже все умеют, и то смотрят мой канал. Во, молодец. Так. Вы мне прям сбили с понтолы. Я тут, блин, со своими ничего не умеющими. Открыла канал. И всех хочу ничего не делать. Ладно. Вы умеете, а я еще нет. Учусь. Учусь дальше. А тот, кто тоже не умеет, вместе со мной не умеет. Беру вот такую шумовку. И поверху молока рассыпаю соль. Я прям от зависти сейчас лопну. Лида, ты молодец. Ты лучшая. Умница. Привет, телочки. Не знаю, все какими-то режут кусками. Я вот этой же шумовкой все и мешаю. И зерно получается прекрасное. И теперь, значит, вот это вот все товарищество. Нужно вымешивать 25 минут. Так как телефон зеркалит, бесполезно вам показывать время. Время 35 минут третьего. Ну вот, значит, до трех часов мешаю. Очень-очень вымешиваю зерно. Решила прям совсем-совсем чуть-чуть подогреть. Вот так вот все 25 минут находила, если большие комочки. Вот так об краешек, об краешек кастрюли их. Размазывала, чтобы зерно не было большими кусками. Ну вот, время я вымесила. Теперь дам минут 5-10 постоять для того, чтобы зерно легло на дно. А я могла отчерпать ненужную нам сыворотку. И это зерно промывать я не буду. Я промываю зерно только на брынзу. Какой следующий шаг? Я это подсмотрела на канале у других блогеров. Кладем вот так, для того, чтобы нам зерно сырное не уходило. И отчерпываем. Вот так. И аккуратненько, не притапливая наши сеточки. Ситочка или сеточка, как правильно сказать. Ситечка. Ну вот, как видите, осталось совсем немножечко сыворотки. И если вы будете делать либо вот просто сыр, без добавок, можно даже будет посолить и вот в этот момент. Или добавить добавки, какие вы хотите. Какие только вашей душе угодно, именно вот в этот момент. Итак, что нам надо? Теперь на полном серьёзе я вот такую решётку себе сделаю. Просто противень и из газовой плиты вот решётку. Ну, всё самодельное. Просто белый противень. Чашку, в которой я буду мешать то, что я захочу. Ну и, конечно же, формочки всех размеров и цветов. Сейчас самым первым делом будем делать грибной. В кофемолке я перемолола грибы. Высыпала в чашечку. Вот этим же ковшиком набираю сырное зерно. Это всё надо делать очень быстро, потому что оно застынет, оно примет форму, вы потом его не расковыряете, и в форме у вас получится козьи шарики. Быстро это всё вымешиваю. Но сильно не упорствуйте. Имеют свойство ломаться. Готово. Для того, чтобы процедить остаток, вот у меня осталось, где там всё равно зерно, можно использовать вот такую шумовочку. В качестве гнёта вот так будем делать. Эти две баночки сделаю с мятой. У меня она уже сушёная, резаная. Остаётся только вот так. Запах пошёл на всю комнату. Такая свежесть сразу. И вот тут произошла небольшая заминка. Я хотела сделать сыр с розмарином. Пачечку я сейчас вскрыла, понюхала, мне не понравилось. Это лично мне не понравилось. Может быть, кому-то и понравится, но я сразу закрыла и отставила. Что я решила попробовать? Мраморный сыр. Как делается мраморный сыр? Это смешивается два разных сыра. В смысле, в каком? Например, вы так же. Вот как мы всё делаем. Выбираем сырное зерно. У меня никакого красителя нет. Но так как я хочу, чтобы это всё было очень-очень натурально, я решила взять выкновенное какао. Это будет с какао. Теперь добавляем белый. И перемешиваем, но не очень сильно. Вот так. Сыр уже, видите, начинает браться. Сделалось, какой нам надо. Гляньте, какой красавчик. Мраморный. Смотрела там. И я увидела такое, что вот на полу твёрдый сыр, чтобы он быстрее созрел, нужно вот, когда вы его только сделали, его нужно укутать. Ну, на несколько минут, чтобы он чуть-чуть пропарился. Как только вы сделали, обязательно надо сыр перевернуть. Раз уже начали экспериментировать, будем экспериментировать до конца. Рекламная пауза. Вы идёте, нарезаете бутерброд, а я кастрюлю. Ну, вот я ещё хвалилась, вот в недавнем видео. Если как только, так только у вас появится хоть малейшее желание делать сыры, вот как я себе делаю эту кухню, так и с сырами. Полочек и формочек много не бывает. Это прямо закономерность. Аж подпотела, вот. Если вам видно. Я первый раз, я боюсь, я не знаю. Ну, попробуем. Но надо переворачивать. Ещё раз переворачиваем. Красоты необыкновенной. Он уже получается мраморный. В разрезе будет очень красиво. Сейчас время без пятнадцати четыре. Ещё пару, тройку раз надо будет крутануть. А завтра утром надо будет вытащить из формочек, чтобы он дышал. А через некоторое время я вам обязательно расскажу, кто-то купил у меня этот сыр, который мы с вами делали. Какой он на вкус, кому понравилось, не понравилось, какие были о нём отзывы. На этом всё. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Если заслужила, ставьте лайк. Так, и в довершение. Это прям вот под концовку. Я ещё не знаю, как это пойдёт. Вот я и сделала. Не знаю, завтра возьму на рынок. Кто вообще будет брать. Ну, а так как он лежал на марле и формочка получилась не очень красивая, я решила его присыпать вот так грибочками. Ну, у нас... Кто ходит на рынок? У нас на рынок ходят бабушки 60-летние. Бабушки у нас далеко не гурманы. Поэтому я, конечно, больших надежд не питаю. Но можно самой попробовать, что же у меня получилось. Просто ради интереса. Вот тут вот, где-нибудь на краешке. Сейчас, посыпочку. Ну, для меня лично очень вкусно. Такой сливочный вкус сыра. И вот эта посыпочка. Класс. Да простят меня мои будущие покупатели. Вот так вот. Здорово. Ну, я думаю, что... Все. Вряд ли купят. Ну, вот так. Ну, конечно, у меня не хохло. Ну, на этом все. Пока. Пока. Пока.